добрый день дорогие друзья здравствуйте уважаемые зрители начинаем наши программы воскресенье 1 июля 2018 года 7 часов утра в городе чикаго 15 часов московское время всех я рад приветствовать но в двух словах день сегодня очень знаменательный день сегодня очень необычный я сейчас не говорю простите предстоящем матче россии и бразилии насколько я помню вот а я говорю о том что сегодня день солнца с точки зрения астрономерологии то есть первое число это солнце единица воскресенье это солнце суммарная число всех месяца дня и года это 10 это тоже солнце все сошлось и сегодня у нас солнечный человек в эфире дана батыршина она вот просто ну может быть и не зная этого но она как раз таки соответствует ее наряд скажем так платье соответствует именно этому видеть я тоже одет это бежевый цвет может быть не особенно видно вот а у данной как раз золотистый цвет вот дана батыршина эксперт в вопросах подсознания и многих других вещей в общем короче говоря эксперт рад приветствовать вас дана здравствуйте здравствуйте майкл да дорогие друзья ну мы как всегда ориентируемся естественно и на вас поскольку ну так сказать между собой возможно но в данном случае это действительно такой будем говорить паблик чат или публичный такой вот чат где можно задавать свои вопросы а вопросы сегодня очень серьезно мы сегодня будем говорить о том как подсознание может влиять на наше физическое здоровье не только кстати физическое здоровье на физическом уровне но об этом чуть позже короче говоря сегодня у нас тема такая я напомню друзья у нас 12 на 4 темы 4 темы первую тему в общих чертах мы осветили прошлый раз то есть мы прошлый раз говорили о предназначении они все очень такие скажем разделы или сферы нашей жизни они все перекликаются в нас другое поэтому мы естественно будем говорить и о других сферах но концентрация сегодня именно сфера здоровья я напомню следующий раз мы будем говорить об отношениях между людьми отношения в браке отношения в скажем перед браком отношения с партнерами ну а уже четвертой передачи вот у нас запланировано пока четыре передачи мы будем говорить о таких таких серьезных вибрациях под названием деньги вот деньги благополучие короче говоря но сегодня тем не менее здоровья вот данный вопрос номер один как наше подсознание влияет на здоровье и вообще что такое здоровье подсознание вообще на все влияет но так как сегодня мы говорим о здоровье да действительно сфокусируемся на этой теме и вы знаете вот за последние пять дней как-то удивительно очень много информации очень много запросов вопросов обсуждений было именно почему-то на тему здоровья писали люди интересовались о том действительно ли может помочь эта методика избавиться от каких-то конкретных болезней кто-то писал о том что уже две или три недели пытается проработать какую-то боль но пока что еще эффекта нет буквально вчера моя очень хорошая приятельница попала в больницу с анафилактическим шоком и сегодня мы с ней по телефону разбирали потенциальные да такие вот причины почему это вообще и зачем это вообще могло произойти ну видимо сегодняшняя тема она и притягиваю создавала последние дни мою реальность для того чтобы больше как можно интересных примеров я смогла сегодня осветить как влияет подсознание на здоровье она влияет напрямую как принципе на все остальные сферы нашей жизни потому что я например живу и люди которые которые знакомы с методикой который работает со своим подсознанием мы живем с аксиомы который звучит так все что происходит в моей реальности это результат моих подсознательных желаний поэтому если на сегодняшний момент у меня есть какая-то болезнь недуг если у меня есть родственники которые страдают каких-то болезней то это только потому что я зачем-то подсознательно это хочу да зачем-то хочу но хоть это ведь мало наверное да как бы сделать так как в тости а давайте выпьем за то чтобы наши возможности совпадали с нашими наши желания совпадали с нашими возможностями хотеть не вредно как говорится вот как сделать так чтобы вот наша хотелка начала работать ну давайте наверное я начну с самого такого примитивного с чем я сама столкнулась когда только-только начала работать с подсознанием у меня я вообще сама по себе достаточно здоровый человек то есть у меня не было такого что я постоянно болела была на больничных от чего-то страдала у меня была одна хроническая болезнь которая называется пиломефрит но я ее приобрела очень давно во время студенчества когда ездила на хлопок еще жила в уздакистане но в принципе меня это особо не беспокоило но вот те два недуга которые меня действительно очень сильно беспокоили еще вот три года назад это сильнейшие мигрени и аллергия сезонная аллергия которая начиналась в конце весны заканчивалась в начале осени это тот период в году когда ты не можешь обойтись без назального спрея когда утром обязательно нужно выпить какой-нибудь препарат для того чтобы чувствовать себя человеком в течение 12 часов в течение всего рабочего дня вот и что произошло мигрень конечно же я сразу же проработала потому что это было очень неприятные ощущения когда буквально на два на три дня ты отключаешься полностью из реальности когда ты не можешь встать с дивана и лежишь пластом потому что можешь элементарно просто пошевелить головой такая сильная боль и вторую боль это аллергия я ее специально не прорабатывала то есть я не ставила запрос освободиться от аллергии она у меня прошла сама по себе когда я проработала любовь к себе почему именно аллергия и любовь к себе так взаимосвязаны это я позже потом поняла когда стала более глубже изучать психосоматику болезни когда познакомилась лузы и слизь бурбо когда мне стали рассказывать о работах синельникова и там я узнала что все болезни они имеют определенную какую-то психосоматическую причину зачем она появляется и что нужно сделать для того чтобы что в жизни нужно изменить или в себе нужно изменить для того чтобы эта болезнь ушла и во всех этих источниках дело прочитала что аллергия это не принятие себя либо не принятие кого-то в своей реальности в своей жизни либо не принятие каких-то факторов до жизни каких-то событий так вот основная причина которую я устранила это не принятие себя а я себя очень сильно не принимал очки сильно критиковала у меня были завышенные требования к себе и как только я приняла любовь к себе просто так у меня вот таким бонусом дополнительным прошла и аллергия а мигрень я прям прорабатывала я свободно от мигрени у меня здоровая голова не грей меня больше головные боли меня больше не беспокоит нашла причину была очень интересная смешная установка подсознательная что мигренью страдают все умные люди а я всегда себя считала очень умным человеком и я думала что вот все время работаю мозгом напрягаюсь очень сильно и должно быть какое-то время чтобы я хоть немножечко дала отдохнуть своему мозгу вот таким образом подсознательно у меня была выгода вторичная дать отдых самой себе не ходить на работу не отвлекаться на какие бытовые проблемы а просто три дня в месяц отдыхать ничего не делать вот так вот болезни я я понял дорогие друзья понял еще и другую вещь и даже две вещи я понял оказывается что я тоже умный человек поскольку у меня тоже есть мигрени вот это означает это это пи это хорошо конечно да понимать его во первых поговорить с умным человеком сами понимаете да я это часто делаю очень я правда не знал этой концепции то есть по сути получается так что если у тебя голова не болит обратно если мы пойдем тогда ты конечно дуралей не попросите я шучу а мы потом после эфира поговорим вы меня научите поскольку тоже страдаю этим самым ну правда есть немного по-другому вот вы знаете я приношу свои извинения очень многим людям поскольку я судя по всему сейчас мне нет возможности проверять я нажал не ту кнопку у нас две программы сегодня на тему вот эту одна программа на зах называется экспериментальный мастер-класс от марта елихова которая должна начаться было после нашей программы то есть через час вот судя по всему я смотрю почему мне четыре человека всего в чате хотя показывает что тут 40 вот я начал искать пока данного тут рассказывала что мы оказывается умные люди как этот райкин говорил ты меня уважаешь я тебя уважаю мы с тобой уважаемые люди поэтому если голова болит да вот так понятно так друзья я нажал судя по всему не на ту кнопку и мы начали программу которая должна начаться через час поэтому те люди которые уже остались придется им потерпеть и остаться уже потому что выключать комнату я не буду ссылка есть она должна работать а те кто скажем случайно не попал сюда просим прощения посмотрят в записи или модераторы кто-то как-то помогут в этом плане ссылку отправить вот на эту программу туда что есть то есть простите я не буду уже сейчас отменять это все так данных вопрос означает ли тогда что мы с помощью подсознания и программирование себя можем вылечить любую болезнь они только мигрей также как мы их создаем сами эти болезни потому что у нас однозначно есть вторичная выгода иметь эту болезнь также мы можем ее отменить то есть перепрограммировать себя а другими словами как мы говорим это вот пользователи методики трансформировать эту установку то есть когда-то я решила что у умных людей есть мозг а раз есть мозг то он как-то должен о себе давать знать да есть мозг он болит хотя на самом деле мозг да если болит голова это хорошо значит она есть правильно да и таким образом я себе как бы подтверждала то есть моя вторичная выгода была в том чтобы лишний раз себе и окружающим наверное в первую очередь скорее всего себе подтвердить что вот мозг есть я умная он у меня болит надо немножечко отдохнуть как-то вот позволить то что я была трудоголиком и для меня отдых или там выходные устроить себе это было праздником на самом деле что такое головная боль головная боль это не что иное как чувство вины это то состояние когда мы начинаем винить себя либо винить других людей в том что что-то у нас не получается и вот таким образом вот это чувство вины она выражается именно головную болью и поэтому это ошибочное мое тоже было мнение что если у людей не болит голова значит мозга недостаточно значит они не такие умные на самом деле если у человека голова не болит это просто человек живет без чувства вины поэтому вот эти спазмы в голове и дискомфорт его просто не беспокоит но если взять абсолютно любую другую болезнь вот например онкология уже давным-давно везде пишут и все знают что она вызывается такими эмоциями да как обида и ей если у человека накапливается очень много вот это вот негативный негативного электрического тока и нервного напряжения в организме под названием обида то тогда он начинает электрический ток начинает поражать органы тела и создается ну как бы получается вот такая вот болезнь как рак как онкология соответственно если у человека очень много обид если ему дать инструмент как эти обиды можно трансформировать потому что обиды тоже создаются зачем-то и в этом есть вторичные выгоды у человека то тогда болезнь начинает отступать наступает ремиссия и со временем человек ощущает себя абсолютно здоровым и можно обратиться в ту же таблицу болезни лузы хей я всегда ее держу под рукой для того чтобы новым пользователям методики можно было сразу показать как это работает там в первой колонке указана болезнь вы просто по алфавиту находите то что беспокоит человека во второй колонке указано причина возникновения этой болезни и в третьей она дает исцеляющую аффирмацию в течение какого-то периода нужно произносить определенные слова доносить до своего сознания и тогда человек вылечивается мы имея эту методику вы просто сразу берем эту исцеляющую аффирмацию забиваем ее в виде сознательного запроса наш тренажер и у нас эффект конечно уступает на через 21 день а буквально максимум через 30 40 ну мы все-таки понимаем о том что ну с луизу хей я допустим все творчеством так сказать к сожалению она недавно ушла вот да мы естественно знакомы но тем не менее ежи болезни которые достаточно серьезные достаточно тяжелые я читал в компании есть и многие ну не знаю многие ли но описывается случай даже совсем тяжелой болезни из лечений как вы к этому относитесь прошлое воскресенье я говорила еще одну аксиому которую мы принимаем и живем с ней да это аксиома звучит следующим образом любой факт моей реальности это всего лишь моя установка то есть все что происходит в моей жизни и если я это так воспринимают это только потому что это моя установка если я хочу какой-то факт моей реальности воспринимать по-другому все что мне нужно сделать это изменить свою установку если мы эту аксиому переложим на сферу болезни то если в моей реальности существуют болезни я болею люди вокруг болеют только только то это случается только потому что у меня есть такая установка если же я уберу установку по поводу того что болезни существуют и буду жить с установкой чтобы болезни не существует моей реальности то тогда как результат я не болею не болеют люди которые меня окружают то есть это первый шаг который всегда мы рекомендуем трансформировать людям которые покупают методику с болью именно по здоровью потому что вот люди знакомятся с методикой и на момент приобретения у них есть какая-то такая очень животрепещущая проблема боль цель может быть которые они хотят решить это может быть деньги это может быть отношения это может быть здоровье если этот человек с проблемами в сфере здоровья то первое что нужно сделать конечно же это трансформировать установку что в принципе болезни существует их нет но мы не говорим о глобальном мире да то есть она не существует именно вот в моей жизни в моей реальности это уже первый шаг к тому чтобы чтобы оградить себя вот от этой неприятности второй момент причем болезни они 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 разные это и инфекции это и которые передаются по наследству это и неизлечимые это врожденные и так далее и так далее вот второй момент это как раз таки вот выявить причину по которой эта болезнь появилась у человека и и сюда приходит на помощь вот такие авторы какую за хейт и третий момент это уже непосредственно работа с с конк с корневыми с конкретными причинами такие как обиды страхи те универсальные установки о которых мы говорили в прошлое воскресенье да это любовь к себе это непринятая индивидуальность то есть все это вот в купе в таком комплексе со временем в течение месяца 2 3 в зависимости от болезни помогают избавиться от нее но все-таки сейчас я хотел бы может быть чуть-чуть прокомментировать смотрите друзья мы сейчас пока пока не говорим те кто вошли в структуру поскольку здесь присутствует люди которые вообще не знают о какой структуре идет речь мы сейчас говорим пока о как человек с помощью своего подсознания может вылечить себя даже вылечить себя вот передача которая должна была по плану начаться сразу в московское время буду переводить в 16 часов 15 минут и которая так и так и начнется собственно говоря мы не будем уходить просто мы в другой формат перейдем в этой же программе поскольку так получилось что она уже сейчас работает эта передача мы может быть там поговорим там будут люди присутствуют то захотят еще конечно и которые не в теме но тем не менее вот все же речь шла в какой-то из трансляции об онкологии мол человек себя запрограммировал как-то и вылечился от онкологии это так да у нас да у нас много таких случаев уже есть ну и каким образом ему или ей это все-таки удалось расскажите просто ну может вкратце у нас вообще есть как бы живые отзывы видео видеозаписи на канале компании супер эго но вот я например знаю двоих конкретно людей которые смогли в течение двух с половиной трех месяцев выздороветь да потому что врачи и медики они не принимают это слово вылечиться от рака типа того что но это неизлечимые уже там болезнь не уступает просто стадии ремиссии прекращает там россию опухоли и так далее как бы для меня я вижу людей они абсолютно здоровы для сравнивая что было и такие они стали в основном конечно же прорабатываются конкретно с помощью методики определенные установки это все универсальные установки о которых мы говорили в прошлое воскресенье это повторюсь любовь к себе просто так принятая индивидуальность это страх или стремление к одиночеству это открытое желание мои эмоции и и предназначение зачем прорабатываются все обиды которые есть на себя включая и конечно же близких окружающих людей обычно это ну например вот если взять онкологии например женских органов да то это однозначно связано с обидами на мужчин если там ну как бы человек он сам же знает с кем у него какие взаимоотношения там с родителями с детьми да очень часто серьезные такие прямо глубокие обиды есть у родителей на своих детей взрослых которые особенно мамочки которые посвятили свою жизнь воспитанию единственного ребенка там развелись когда ребенку было там два-три года и больше замуж не вышли и всю жизнь положили на то чтобы посвятить ее своему вот ребенку а потом ребенок вырос и уехал и стал ненужным и вот отсюда вот это все накапливается и это все приводит как раз таки к заболеванию каких-то вот органов в частности к онкологии если человек прекрасно понимая свои взаимоотношения с близкими людьми он начинает это просто через определенный шаблон который как-то называется у нас обиды прорабатывать эти обиды и осознавать что не виноваты эти люди что они вообще тут ни при чем что это сам человек зачем-то сформировал когда-то обиду в этом тоже была определенная выгода вторичная когда он это происходит осознание он трансформирует эти обиды он просто отпускает то есть ему он понимает что проблема не в людях и вот это вот высвобождение вот этой негативной энергии приводит к тому что вот эти органы начинает восстанавливаться и человеку просто вылечивается становится здоровым потом конкретное конкретное объяснение того как люди проработали 1 прорабатывала обиду на папу очень много было обид на папку другая прорабатывала обиды на супруга который бросил ее там с тремя детьми одну на произвол судьбы без помощи вот вот таким образом она нашла основную причину зачем не нужен был этот рак онкология вы знаете я не хочется для тех кто еще не ушли тут есть ушли некоторые мне хочется сейчас подтвердить то что сказала данная обычно на это внимание не обращаю но дело в том что у нас тут был человек я не знаю все скрыты под никами мне лично не нравится вы смотрите да на свое имя открывает я своими открываю многие свои имя открывает а вот ники они неправильно человек живет уже ником тогда они своим именем но это психология сейчас дело не в этом сейчас она говорила об обидах комментарии было о том что давайте ну понятно что человек хочет там помочь и говорит вот давайте мы сейчас посмотрим все вместе и пишет вот пойдем туда-то и почитаем вот то что сказал тот человек я говорю у меня просьба такая просьба заметьте воздержаться не отвлекать людей от беседы которые сегодня идет у нас данной человек не отвечает ну вот видите я пришла меняться но оказывается меняться надо вам мне вот и я ухожу человек обиделся на меня как для психолога с почти полувековым стажем это очевидно для меня очевидно вот мне хотелось бы безотносительно от этого человека сказать спроси точнее вот у данной вот ситуация же прессовал все в чате это видит это не в укор человеку поймите меня правильно а просто мы поступаем как-то так если мы здесь находимся и хотим себе помочь и помочь другим мы должны соответствовать этому того что мы хотим да вот то что я говорил давайте живым за то чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями в данном случае здесь какой то есть конфликт как ты считаете да или нет ну что касается ников для меня например первый показатель что у человека есть ник это не принятая индивидуальность этот человек зачем-то боится не хочет проявлять себя соответственно ну как бы не пишет свое имя 2 старая вторая причина почему люди не показывают себя это определенные страхи есть такие страхи как например там меня сглазит за мной будут следить люди там будут знать кто есть на самом деле да и опять-таки это связано с индивидуальностью просто ну те люди которые например в теме что я называю в теме те люди которые пользуются методикой я им просто сразу рекомендую прорабатывать как следует индивидуальность принимать и и тогда у человека не будет причин прятаться прятаться за каким-то именем и не будет этих страхов ну как бы заявлять о себе да и показывать что вот я такая личность касательно того что он обиделся не знаю насколько он человек этот обиделся но здесь опять-таки вопрос индивидуальности когда у меня не принято индивидуальности я не могу ее открыто проявлять по природе я все равно у меня есть потребность проявить и и сказать о себе как-то показать что вот я есть обратите на меня внимание и люди обычно вот таким образом это это делают что не находит конечно поддержки дорогие друзья почему обращается внимание именно на это еще раз я не рассматриваю вообще и никак кого-то или что-то но вот я выработал за много лет у себя такую вот привычку что ли и имею такую возможность видеть это со стороны сверху откуда-то причем с разных мест вот я живу здесь дано сидит там я могу быть с разных мест ну вот так могу поэтому я совершенно объективно и независимо от того я просто хотел бы чтобы каждый человек понимал о чем идет речь и не только свою сторону для этого надо уметь слушать другого человека дейл карнеги все знают да он был великолепным завесенником все говорили знаете почему он просто слушать он молчал а человек хочет говорить сам вот он хочет говорить он говорит когда вообще в общем то если мы говорим об обидах так тут очень просто вот надо взять зеркало и какую-то зеркальную поверхность вот посмотреть туда и там вы видите на кого вы обиделись на самом деле били сами на себя правильно да 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 вот есть один одно место на земле очень и очень серьезное место она находится в бразилии в маленькой деревушке под названием абаджане вот там живет и работает почти 50 лет очень известная в мире личность чем комп кстати жалко но очень многие не знают его зовут джонат бога да так его называют жуао дидеюс ну в общем это по-португански и вот туда приезжают люди которые последнюю возможность хотят использовать и медицина современная не дала никаких шансов то есть все через какое-то время надо уйти из этой жизни никто не хочет уходить естественно поэтому они туда приезжают приехала за почти именно в этом месте он находится почти 45 или 47 лет 30 миллионов человек ну какая-то статистика есть из них три миллиона представьте себе вылеченных от смертельных заболеваний а каким образом там там госпиталь но госпиталь духовный вы представляете духовный госпиталь три миллиона вылеченных каким образом вот там есть установка о котором мы сейчас говорим с данной там есть установка на первом этапе у нас огромное количество врагов врагов о которых мы не помним то ли мы им враги то ли они нам враги с этим ничего не поделаешь к сожалению мы на каком-то этапе только начинаем это все узнавать вот и им предписывается всем приезжающим туда но не то что предписывается рекомендуется рекомендуется мы не можем ничего там указывать никому свободная воля свободные люди и так далее но у них есть вот такая как установка вот то о чем мы сейчас говорим с данной туда же не обиды надо полю первый этап надо простить своего врага речь идет не обидах о врагах гораздо более серьезные вещи чем просто бил но я обиделся на него или на нее но уходи из моей песочницы тогда но вот я обиделся примерно так это звучит вот там надо полюбить своего врага и это 90 процентов примерно сами понимаете 90 процентов решения вашей неизлечимой болезни представляете и удивительно но ведь 20 то есть сколько там 10 до 90 процентов они же не смогли этого сделать значит что происходит по статистике то получается 10 процентов не могут этого сделать хотя им все они об этом знают им говоришь и у меня было ну так получилось что лично я являюсь там кидом я про дни ежу но у нас есть специалист которая ездит туда нашем центре рита она ездит туда она возит собой людей два раза в году и об этом все знают об этом все говорят ну честь и хвала тем людям которые это поняли которые лучше как минимум не обижать не обиделись зачем уходить если можно узнать да обидеться на меня можно конечно я не буду гладить никого по головке вот почему для пользы дела вот или там на данного обидеться но это было бы наверно глупо как вы думаете да надо прощать своих врагов вы знаете как это происходит когда ты прорабатываешь обиду ты автоматически любишь этого человека как раз таки вы говорили о том что установка там дается да такая что нужно полюбить своего там врага у человека который тебя обидел который тебе сделал больно а мы именно работаем с обидой прорабатываем трансформируем обиду мы находим причину в эту вторичную выгоду зачем я сама сформировала эту обиду зачем я ее создала в чем моя выгода ну например девушка обижена на маму и выявляют причину что выгода ее в том чтобы ну как бы манипулировать у меня в каких-то ситуациях манипулировать там мамы и манипулировать обстоятельствами свою пользу да ну как бы вот напоминая есть что когда-то она там ее обидела или иметь моральное право каким-то образом отыгрываться в той или иной ситуации или может быть даже где-то отомстить сделать больно или может быть не отозваться на ту просьбу о помощи который исходит от этого человека но потому что вот я обиделась обида на мужа например может быть для того чтобы но однозначно где-то и вот ткнуть и сказать что типа ну ты вообще как ты раньше со мной обращался вот и вот сейчас давай там знай свое место опять-таки это манипуляция да очень 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 хороший инструмент манипуляции и вот когда мы эти все обиды трансформируем то тогда просто не остается причин обижаться и злиться и испытывать какие-то негативные эмоции по отношению к человеку ты его автоматически начинаешь реально любить и реакции после проработок вот этих вот обид трансформации на именно так и происходит тебе хочется тут же с ним переговорить позвонить ему если ты с ним никогда не общался много лет например да то ты вдруг его встречаешь где-то там на улице в торговом центре или слышишь через кого-то информацию об этом человеке и тести возможность с ним связаться если это очень близкий человек хочется просто подойти и обнять и поцеловать и как-то вот проявить да вот эти вот свои чувства любви но мы не прорабатываем полюбить человек а вот если работаем с обидами то именно убираем причины зачем мы обижались ну все верно да все мне нравится лично данный вопрос который я хотела ставить напоследок задать но он прозвучал у меня будет еще может быть серьезней вопрос а вопрос вот такой дмитрий спрашивает меняю установки на лучшее сталкиваемся ли мы с кармой где есть ограничения можно я еще раз произнесу ту установку аксиома который я уже не раз говорила любой факт моей реальности это всего лишь моя установка то есть если я верю в болезни значит эти болезни существуют в моей реальности если я верю в карму то соответственно как бы ну я верю в нее значит она работает значит все в моей реальности будет подтверждать именно то что карма есть и вот она вот таким образом влияет на судьбу человека если человек верит в привидение в сглазы вот все что связано там с колдовством и так далее то это тоже будет присутствовать в его реальности работая с подсознаниями работая именно вот с этой методикой да мы не говорим мы не отрицаем ничего мы не говорим что этого не существует опять таки если я верю в то что есть бог значит в моей реальности есть бог и все будет подтверждать что действительно он существует у меня будут люди в окружении которые тоже верят бога который будет говорить о том что бог существу я буду видеть любые ситуации которые будут это мне подтверждать здесь позиция такая что ты сам пожалуйста определись что ты хочешь чтобы было в твоей реальности хочешь чтобы была карма и она работала значит ну как бы тогда у тебя будет такая установка если ты хочешь не верить в это так же как это было со мной например я очень сильно верила в сглазы и до вот три года назад два раза в год и ездила к человеку к лекарю которая меня чистила которые проводила определенные там значит процедуры и 12 дней я к ней дисциплинированно выезжала раз в полгода и снимала всякие сглазы и порчи и это действительно случалось я постоянно чувствовала что меня кто-то глазит кто-то мне строит какие-то козни да там что-то на меня наговаривает я действительно начинала себя плохо чувствовать я видела что это как-то сказывается на моей профессиональной деятельности и сразу же бежала к этой женщине для того чтобы она меня почистила я действительно себя очень классно потом чувствовала я очень ей благодарны что она там какое-то время меня поддерживала но друзья это работало ровно до тех пор пока я в это верила как только я стала работать со своим подсознанием я поняла что это всего лишь была моя установка которая работала потому что я в это верила и когда ее трансформировала решила что теперь в моей реальности нет сглазов нет плохой какой-то энергии который может меня поразить и свалить и сделать больной и уязвимый не отпала необходимость обращаться к услугам этой женщины то же самое карма вот что в вашем понимании карма в моем понимании сколько людей взять у всех будет свое мнение это все зависит опять-таки от их установок если вы верите в это это будет работать если вы в это не верите это не будет работать вот такой вот ответ ну чтобы быть скажем так до конца со всех сторон это рассматривать не сказать чтобы объективным а где истина да она в последней инстанции коей я тоже не являюсь но всяком случае карма имеет четкое определение карма это причинно-следственная связь то что было сделано в прошлом то вернется к нам в будущем в будущее все понятие растяжимое какое на будущее сколько этого будущего будет как долго мы будем ждать той самой возвратной реакции на совершенные действия я всегда привожу пример не знаю-ка в солнечном городе ему волшебный дал палочку он совершил три хороших поступках вот и он был горд ему волшебный дал волшебную палочку вот но когда он превратил в осла а будто ослоб сказал одному то даже не хорошему человеку он превратился в осла и у него пропала волшебная сила палочка пропала он и махал 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 ничего не был он страшно удивлялся и обиделся тоже обиделся на вот как у нас бывает обижается на кого-то или на что-то речь идет о том вот эта карма я думаю чего я читал столько лет столько раз точнее вот этот оказывается я тогда я не знал что-то карм потом поехал там восточные там экзотические страны я стал уже разбираться что такое карма то есть она она есть она было действие совершено верим мы или не верим имеет никакого значения вообще-то говоря вопрос о том что мы даем установку сегодня что этого да не будет да но то что было сделано но сделано поэтому вопрос неудобный вопрос может быть тяжелый я отдаю в этом отчет и это вопрос действительно очень тяжелый считается в разных направлениях о том что болезни особенно тяжелое это наш скажем так наша карма ну будем так называть условно то есть мы что-то совершили какое-то там ну не знаю злодеяние примеру вот если мы совершили ее более какое-то серьезное такое вот правонарушение да то к нам придет более тяжелая болезнь вот как с ней тогда бороться с этой болезнью установку можно дать но можно не успеть в конце концов но вот вы говорите да это очень неудобно это очень сложный вопрос если к любой информации и к любому вопросу относиться безоценочно нету сложных вопросов потому что они это правильные или неправильные правильного или неправильного да то есть когда я вот отвечала на этот вопрос я не сказала что друзья карма не существует также как и например многие люди говорят бога не существует или там справедливости нет да все существует если ты этого хочешь если ты этого не хочешь этого в твоей реальности не будет но если например взять вас майкл и вы не говорите о том что дано карма существует я не буду с вами спорить я не буду говорить что блин майкл да он вообще заблуждается он думает неправильно я просто скажу что хорошо майкл это ваш выбор и если вы хотите это как бы для вас работает и это и неправильно и как бы ну я не могу сказать это хорошо или плохо для вас может быть это это очень хорошо но я выбираю например в это не верить я выбираю чтобы этого в моей реальности не было работая с подсознанием я уже научилась не обижаться и вот слава богу три года я живу общаясь с различными людьми слыша абсолютно любую информацию в свой адрес это не никак не трогает потому что у меня нет причин обижаться но если где-то я все-таки чувствую что близкий мне человек что-то там зацепил я все равно не иду в эту эмоцию и обиду я просто пытаюсь понять прочувствовать а что это где меня зацепило где мне задело и что какую установку можно проработать для того чтобы для того чтобы стать лучшей версии себя то есть люди как вывод говорить это наши зеркала и даже в слове обидеться есть обратный суффикс ся который говорит о том что мы сами на себя же обижаемся и здесь вот именно с точки зрения своей позиции своих желаний я решаю что будет в моей реальности то есть карма это не есть неплохо не хорошо неправильно или неправильно это только зависит от того насколько человек сам выбирает жить с этим или без этого ну что касается ваше выражение меня лично майкл вас лично меня лично майкл я только что сказал буквально перед этим а то что я могу задавать вопросы с разных мест с разных сторон с моей стороны со стороны вашей и со стороны наших зрителей и даже те которые будут потом смотреть вот есть у меня такая возможность задавать такие вопросы поэтому если я говорю неудобный то это неудобно с точки зрения или неформатные или неприятные это именно с точки зрения для себя я тоже давно уже вывел эту же формулу но мы все находимся на разных стадиях восприятия этого поэтому есть у нас комментарии карма существует даже если в нее не верит кстати вы это сказали с этим никто не спорит вопрос совсем другом заключается вот мы это все разбираем кстати поэтому я как раз таки с вами лично сто процентов согласен поэтому мы с вами ведем эти программы поэтому и следующий формат будет именно этому посвящен это то самое то что я лично для себя тоже построил уже но мы еще все-таки в процессе это не значит что построил но все равно всему чего-то учимся always there is always room to perfection в английском это звучит всегда есть место для более совершенствования просто неудобно говорить вот некоторая фраза на английском языке потом приходится их переводить ты будешь простите как где-то кто-то сказал что вот это не показ того что я тут много лет живу и так далее вот у нас есть вопрос к вам наверное дано но можете ко мне но все таки мы с вами идем передать может быть именно поэтому и не каждому удается вылечиться потому что есть карма не каждому в моем случае в моем опыте я встречала людей которые приходили вернее которых приводили навстречу особенно в первый год работы да вот знакомстве работы с подсознанием когда я вдруг поняла что боже оказывается человек может абсолютно все сделать и даже излечиться от страшных болезней и мне хотелось всем помочь всем рассказать и донести о том что действительно все в его руках и очень часто бывало так что люди приводили своих знакомых своих близких ко мне с просьбой донести да как эта методика работает чтобы они услышали и захотели начать прорабатывать вот именно свои там обиды страхи и другие установки вылечиться вы знаете я не скажу что все услышав о том что есть такая возможность сразу же бегут и покупают эту методику и начинает прорабатываться на здоровье а то достаточно или серьезный процент людей есть которые имеют подсознательную действительно причину не жить и чтобы ты не говорила и какие бы ты им примеры и людей бы не показывала которые излечились от похожей болезни это это никак на них не влияет потому что вторичная выгода настолько сильно что они даже не хотят пробовать вылечиться от этой болезни был конкретный пример с одной женщиной которая к сожалению умерла от рака уже но когда мы с ней общались это была последняя стадия и я и говорила ну ты же умрешь у тебя есть дети и есть возможность хотя бы попробовать и попытаться убрать эту болезнь на что она сказала ты знаешь я не хочу возвращаться в ту жизнь которая была у меня раньше когда я была здоровая потому что когда я была здоровая я была ничтожеством для своего мужа он меня не любил он не изменял у меня бил меня никто не любил и не ценил и только когда я заболела ну грубо говоря у меня носит на руках я говорю ну ты же понимаешь что это не любовь это жалость это желание искупить свою вину это чувство вины в которой ты постоянно его загоняешь своим состоянием показывая что вот ты страдаешь и болеешь она говорит да я это понимаю но зато сейчас я живу вот так как я бы хотел жить и я понимаю что если завтра я вылечусь то все может вернуться на круги своя вот какая установка вот какая вторичная выгода что если я буду здорово то тогда вот те ужасные взаимоотношения опять вернуться и это для меня не жизнь поэтому лучше я болею я знаю что я скоро умру но я хотя бы вот буду наслаждаться тем что сейчас у меня вот такие классные отношения что меня любят меня вывозят за границу несмотря на то что вывозят за границу на химиотерапию а не отдыхать да вот и вот представляете насколько сильна вот эта вторичная выгода что человек выбирает все-таки не жить и я не думаю что она как-то связывала это с кармой может быть кто-то кто знает больше просто я очень мало знаю про карму я в общих чертах понимаю что это но я в детали никогда не изучала что это потому что меня как бы это не интересовало вопрос возможно возможно это и карма ее а возможно я считаю что это просто огромное количество обид которые она набрала за всю жизнь пока одни издевался ее муж и вот это вот вылезла вот в такую болезнь которая прогрессировала в итоге в итоге последние там года она была счастлива она получила то чего она хотела понятно но можно анализировать эту ситуацию и далее дорогие друзья у нас время к сожалению не так много остается до конца нашей программы хотелось бы чтобы вы заключение задали какие то вопросы кроме меня самого потому что я так раз могу задавать много вопросов как вы считаете да на есть люди которые не хотят вылечиваться потому что они хотят испытывать чувство вот то что вы сейчас привели получать вот эту вот как бы жалость и внимание то есть но бывали наверное случай да и думаю меня не были когда мне хотелось внимание внимание какое ну когда все хорошо так чуть и внимание уделяется вот когда ты такой больной несчастники тебе начинают уделять внимание как в этом плане вы считаете можно относиться как люди и может быть этого и хочется конечно это самая распространенная установка что пока я здоров я как бы ну на меня никто не обращает внимание да особенно это вот среди уже пожилых взрослых родителей с детьми очень 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 часто это можно наблюдать то есть я работаю я занята у меня своя семья и иногда может быть не каждый день удается там заехать к маме позвонить и узнать как у нее дела да но если вдруг мама болеет я об этом знаю то там в день я два-три раза обязательно не позвоню узнать как она себя чувствует и когда это происходит в реальности родители очень четко у них формируется установка на подсознательном уровне что ага вот она внимание которые я получаю в нужном объеме но для этого нужно нужно болеть и только так я могу чаще получать подтверждение что я нужна своим детям что они меня любят такая как бы ложная но установка срабатывает и она работает реально только когда мама начинает очень часто начинает болеть то тогда вот это внимание она и получает и уже это не произвольно это абсолютно бессознательный процесс который просто срабатывает как только мама начинает чувствовать что о внимание стало меньше дочка или там сын как-то мало обращает на меня внимание да это очень распространенная установка и вот пожилые люди в возрасте которые приходят в эту методику конечно же они прорабатывают и установки они ну у них просто не остается причин болеть а они учатся по-другому получать внимание от своих детей только хотя бы проработав любовь к себе просто так потому что это мощнейшая установка когда ты сам себя начинаешь принимать и любить тогда ты открываешь все вот эти потоки да из вне его в себя когда и ты отдаешь любовь и ты начинаешь получать это внимание любовь просто так другая очень распространенная установка это страхи страхи за детей когда родители отправляют их сознательно понимая на обучение куда-то да там за границу но как только дети заканчивают учебу и хотят где-то там остаться устроиться получают хорошие предложения родители боятся что все потеряли мы ребенка и они начинают придумывать что-то чтобы дети вернулись и какие-то но сознательные такие логические как бы до аргумента не всегда срабатывают действительно чет понимать что ему там лучше что там будет перспективнее да вот это вот желание и страх быть ненужные что там ребенок вообще забудет и я его потеряю о как раз таки очень классно срабатывают вернуть его если заболеть и вот тоже очень много случаев когда мама осознает что вот я заболела для того чтобы вернуть ребенка там из америки из европы он был рядом со мной потому что он мой сын а у нас у казахов это положено чтобы там ребенок жил вместе со мной ну как бы и так далее и так далее поэтому я считаю что это очень классная вообще возможность работать со своим подсознанием быть в миру со своими установками и получать желаемое не через вот создание вот таких вот болезней каких-то да неприятностей своей жизни и а дело это очень экологично по отношению к себе и конечно же свой близкий ну я хотел у нас время поджимает но поскольку у нас комната будет одна то мы можем себе позволить еще там пару минут наверное побыть вот потом плавно перетечем другой формат дан как вот я кстати согласен я не ответил по поводу того что нет такого понятия об этом я все время говорю хуже или лучше есть понятие того как мы к этому относимся вообще все то что мы слышим то что мы видим и на что мы реагируем это наше восприятие то информация которую мы получаем она вполне может не соответствовать чаще всего полностью не соответствует тому что мы слышим потому что понимаем мы каждый исходя из своего но можно сказать ум что на развитие но так говорить нельзя исходя из нашей стадии понимания поэтому нету такого хорошо или плохо вот у меня вот такой вопрос но наверно практически последний хотя есть еще вопрос а что страшнее хуже то что говорить нельзя обидно на себя или обидно на других наше отношение к жизни формируется исходя из наших установок до нашего жизненного опыта вот а но это то к чему вот вы раньше говорили а что касается обидно на себя есть две категории людей которые за которыми вот я наблюдаю и и очень четко можно их разграничить первое это люди которые живут в состоянии проблема немножечко грубовато но их можно назвать жертвами это те люди у которых все плохо не обычно кто-то виноват не то образование родители дали родители не в том месте и не в то время родили государство не то правительство не то ну и так далее и так далее вот и у них вечно кто-то виноват но не они такая категория людей это те которые живут в состоянии цель это достигаторы это люди которые ориентированы все время на результат и они понимают что в этой жизни никто не виноват и все что у них не получается это только потому что они какие-то не такие недостаточно знания недостаточно образование там ну и так далее и так далее они не винят никого они понимают что что-то вот со мной не то и вот этой второй категории в основном очень завышенное требование к себе и они все время ставят какие-то ну недостижимые цели ведь очень агрессивные цели перед собой и все время себе доказывают что вот только когда они это достигнут тогда они будут на самом деле классные что вот там буду иметь и доход там на миллион рублей в месяц вот тогда действительно будет все классно я буду классно будет у него такая машина дом отношения успех какой-то вот только тогда тело будет у меня в конце концов да там 90 60 60 90 только тогда я буду ощущать себя классно и вот это вот классность она никогда не наступает в итоге это приводит к огромным обидом именно на себя что я какая-то не такая что-то все время во мне не хватает сказать что хуже что лучше и то и другое являются превентивными такими да очень сдерживающими ограничивающими установками в том чтобы человек достигал желаемых результатов и получал от этого удовольствия кайф был счастливым человеком вот просто нужно есть один сценарий проработать для первой категории и немножечко другой сценарий проработать для второй категории но в итоге если они работают опять-таки со своим подсознанием есть у них есть наша методика то это очень быстро приходит к тому что люди значит перестают винить либо окружении либо себя приходят вот к этому состоянию классности просто так без каких-либо привязок к каким-то цели до автор методики дальше говорит убирать лоск со своих желаний со своих целей и тогда у них жизни просто все начинает происходить не потому что чтобы доказать что это им надо для того чтобы ощущать себя классно а просто это начинает приходить в жизнь потому что они этого хотят вот поэтому и то и другое нужно отвязывать прорабатывать обиду на себя у меня например были очень сильные обиды на себя и очень мощный такой квантовый скачок я бы сказал у меня произошел именно тогда когда я проработала обиду на себя ну надо сказать о том что ну во первых я знаю я почти остался номеролога если я знаю дату рождения я это вижу в карте это то что я кстати видел в отношении вас конкретно а а вообще мне кажется так если мы частица мы индивидуальности частица коллективности коллективного сознания душа скажем коллективно если мы говорим о духовности то мы все-таки созданы по образу и подобию мы это знаем да то тогда мы часть целого и если мы обижаемся на себя мы обижаемся одновременно и на целое мы обижаемся на всех и на вся поэтому вот наташа иванова пишет а еще пример нет я не могу начинать новое дело не могу покорять вершины я же болею это вопросу болезни мы все-таки у нас сегодня вторая сфера я напомню сейчас то есть домики я могу позволить и не высовываться вот мы сейчас уже перетекаем в новый формат передачи вот ну я буду скажем так делиться чем-то то что я сумел тоже наработать за достаточно долгие годы живя на трех континентах вот я хочу напомнить о том что мы беседовали сейчас уже мы заканчиваем нашу программу с данной батешиной специалистом в области не только подсознание как написано а в области сознания это все связано сознание подсознание и мне очень нравится дано ваш подход о том что вы не отвечаете сразу и сходу то есть когда человек отвечает сразу сходу это означает что у него уже как бы модель уже создана то есть вы анализируете ситуацию и это мне импонирует поскольку значит вы пытаетесь понять вопрос именно нет просто как вопрос ежи форма и содержание люди обычно же формой реагируют как правило вот а в содержание но звучит что-то такое там да и люди реагируют то ли на последнюю фразу так зомбируют людей я хочу сказать зомбируют ну и в прямом переносном смысле вообще-то говоря то есть какая-то вот есть есть такое понятие нейролингвистическая программина nlp да вот и там просто специально вводится какая-то фраза какое-то такое вот емкая какая-то фраза или предложение и человек сразу на нем концентрируется а то что было до или после совершенно нет поэтому вот это то что называется форма вот умение вычленять именно содержимое и отличает успешного человека коим дано батаршина является поэтому дорогие друзья мы еще и близко я должен переключиться на себя чтобы вы видели я сейчас буду вот я серьезно мы еще и близко не подошли вообще-то говоря к специфике а вот тут уже стали звучать во второй передаче уже там некоторые вещи которые еще многие не знают о чем идет речь но я хочу сказать у нас впереди еще есть две передачи как минимум две передачи уже не знаю закончим мы на этом или нет поскольку отзывы серьезные вообще-то я говорю мне это больше гораздо нравится чем оценка какого-то но вот какого-то события или какого-то одного человека или одного какого-то явления речь идет о том что человека заставляет думать вот что такое подсознание но это думать не внешним проявлением у нас есть инстинкты в конце концов от них никуда не идешь но человек же отличается от животных как раз таки что у него есть вот в этом месте или в этом месте него есть нечто чем он должен думать они тем чем обычно бывает думают тем местом да вот поэтому я очень рад данным таким программам я очень рад то что вы именно даете ваши ценные советы тем людям которые хотят их получать я я вас за это благодарю и дорогие друзья благодарю всех вас спасибо за просмотр!